всем привет ребята слушай ну пока я тут толкаюсь по пробкам едем как раз еду разговаривать по поводу благотворительной помощи беженцам сейчас будем узнавать какие нужны продукты что им там нужно что требуется если есть пару семей с которыми мы дружим с семьями скинемся бабками сами там каждая от своей семьи не знаю может миллиону господи полмиллиона 1600 наберем раз буду узнавать батюшки че надо ну вообще в целом поговорить мы пока еду думаю запишу вам вы знаете сейчас в интернете такое безумие происходит что иногда просто теряешься вообще начинаешь уже задумываться знаете кто немножко разбирается в библейских писаниях начинаешь задумываться что слушаем сколько совпадений которые просто вот прям про номерование второе пришествие начинаешь такое это не потому что такой сижу вот это о том что болен люди реально доходят до полнейшего безумия до полнейшего безумия иногда читая споры людей ты смотришь и думаешь почему почему так сложно почему так расположила для кого-то господь для кого-то вселенная для для кого-то судьба все называют по-разному прикол в том что определенные правила существует почему-то вот но почему столько тупых людей понимаете это не потому что я сейчас вы знаете такой здесь умный сижу вот вот посмотрите пожалуйста я значит это но все же какие-то мои высказывания там позиции мнения имеют определенный отклик и самое главное вещи про которые говорю легко можно проверить когда я говорю что это мое субъективное мнение это значит мое субъективное мнение оно может быть неправильным потому как я что-то там чего-то не знаю там еще что-то в чем-то могу заблуждаться или там в общем но все же что сейчас происходит начинаешь читать мы в этом уже говорили да что из-за обширного заселия интернет у нас очень тупые оголтелые необразованные не имеющие никакой аргументации знаний люди они теперь получили возможность свое извиняюсь санное мнение на широкую публику не просто выставлять а еще и пытаться как бы за него спорить да мы недавно об этом разговаривали в голосовом что я смотрю лекцию но профессора старый мужик очень мудрый он сказал вещь который мне очень отвлеклось в том что да вот сейчас сложность в том что если раньше какие-то были дебаты споры еще что-то туда до людей допускали только которые ну действительно могут прийти и как них будет какой-то движ так скажем какую-то новую инфу даст он сможет аргументированно поспорить доказать что-то да или ну все же знают что у нас в споре рождается истина не всегда конечно но часто к этому приводило и вот что раньше да какие-то дебаты не допускали людей которые ну нихрена не знают он пришел спорить потому что он сука спорит а сейчас в интернет-сообщества я наблюдаю за тем что люди которые в теме которые имеют информацию которые могут что-то обосновать и которые даже готовы потратить на это свое личное время сидеть вот это что я часто ну блять они сталкиваются эти люди с тем что их просто закидывают шапками идиоты которых много и они не аргументируют просто закидывать человека шапками естественно он как человек умный который понимает что если ты будешь кусаться с каждой собакой то ты не превратишься в руководителя стаи так скажем ты превратишься в идиота который ходит и всех цепляет за ногу ну и вот этим люди у нас не занимаются интернет а из-за этого из-за этого у нас формируется некое общественное мнение когда некое общественное мнение формируется из большинства в котором большинство является людьми которые вообще ни хрена не понимают в этой жизни да опять же я вам часто говорю не с точки зрения гордынки посмотрите я такой замечательный столько знаю парам пам пам я очень многого не знаю но когда я углубляюсь в определенные вопросы то я начинаю инфу всю проверять делать определенные выводы подавать все критическому анализу то есть не из серии услышал и сразу такой да а из серии услышал 1 2 3 5 почитал 4 подумал 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 сделать свои воды и у нас в этом в этом сложность люди между собой устроили дикую хамоню у нас появились люди которые откровенно 60 откровенно кайфуют на теме военного конфликта то есть реально с кайфом выкладывают эти фотографии изуродованных трупов то есть вы представляете насколько порушен человек я в свое время увлекался психологией по сей день увлекаюсь я к ней подходил очень серьезно я много перелопатил информации чуть было не получил диплом я его просто не получил я занимался практической психологии много тренингов в дурке много времени провела и слава богу не как клиента мы работали изучали там так далее мне очень интересно по сей день есть отдельная такая ведь это как психология криминального склада до уголовная криминалистика туда же примерно чуть-чуть ходит чуть-чуть но все же все это связано потому как все-таки психология преступного поведения это отдельная вещь это вообще отдельная целая ведь в которой я увлекался с большим удовольствием да это построение допросов также увиливания допросов вплоть до того как нужно двигаться куда смотреть как моргать и люди которые там разбираются этого не дэниел карнеги серии там столько ковбоя мужик взял в руку свои яйца он мужик то есть это и знаю чего никто в америке происходит у нас по-другому но все же есть психология преступного поведения и часто на войне у людей происходит небольшой сдвиг это нормально есть такой синдром который приобретается именно на войне когда человек переходит определенную грань жестокости для него все люди остальные превращаются в личности они превращаются в мясо или еще кто-то вообще свистит конкретно у кого-то травмы вскакивает но суть в том что я считаю что люди которые в комментариях реально кайфуют от этого всего это люди которых нужно лечить это люди которых нужно брать на определенный контроль потому что потом они все равно стальбанет не может здравомыслящий адекватный человек кайфовать от просмотров расчлененных трупов я вам сейчас расскажу такой был семинар тренинг мы на нем присутствовали его проводят часто в принципе им в общем подключают к аппарату который отслеживает полностью твое сердцебиение да ну там давление дыхание потоотделения в общем там пять пунктов по моему тебя подключают полностью те покажут картинки на экране картинки они просто меняются зайчики на полянке картинка солнышко в небе картинка цветочки картинка ты сидишь смотришь твои показания все записываются и потом резко там солнышко зайчики собачки котики еще что-то городские какие-то там ландшафт тут просто резко фотографии расчлененного трупа но настоящая жуткая у любого человека у которого нормальная психика в принципе ни у кого не существует сто процентов здоровой психи это не бывает невозможно но у кого какие-то там социальные мелочи они конкретные ментальные расстройства для него вот когда такие картинки меняют резко появляется картинка с расчлененным трупом него быстро все подскакивает и давление волнение происходит на организм шоком типа блять ты сам этого не отслеживаешь то есть это происходит на импульсе это ты чтобы это отследить этому шпионов учат очень очень долго учитывая что не знаю если сейчас такой в советское время это была целая отдельная отдельная наука вот а а если маньяк будет смотреть такие картинки у него ничего не изменится в показаниях ему что расчлененный труп что дуванчик под теплыми лучами солнца ничего не изменится понимаете то есть для него это для него это идентично поэтому вот опять же сейчас смотря за комментариями ты понимаешь сколько реально больных людей уже все перемешалось понимать в доме облонских и боты и не боты понятия все уже перри перевернулись между собой но я все же уповаю на наших людей которые все-таки за здравомыслие которые все-таки за всестороннее развитие которые все-таки ко всему подходит как бы с кровью которая кипит но при этом остается холодный рассудок это очень важно это очень нужно вот поэтому ребят не впускайте сильно в себя информ буфер вот этот весь который сильно сейчас накачан реально ну у меня сколько бывает я приезжаю работать над альбомом просто открываю проверить личные сообщения еще что-то у меня там бакс завал я чуть полистал все у меня опять же это не потому что я только знаете бедный несчастный там у людей война и еще что-то я прекрасно все понимаю поэтому до этого еще хуже что ты просто сидишь и ждешь красиво